Привет! Сегодня я расскажу вам о 3D-печати серебром, первом отечественном PET-томографии и возможных изменениях в структуре Казанского университета. Подробности далее в программе новости науки Саралины Киряевой. Итак, в мире. Биоинженеры из Гарвардского института ВИСА разработали 3D-принтер, использующий для печати металл, а именно чернила, состоящая из наночастиц серебра. Они поступают из наконечника, который может двигаться по осям X, Y и Z. В основе работы устройства лежит принцип, похожий на тот, что присутствует в ручках для 3D-печати, только материал застывает не самостоятельно, а под воздействием лазера, наведенного на испускаемую печатающую головкой струю. Технология позволяет печатать изделия как с плавными изгибами, так и с острыми углами. А в России ученые не технической физики. Автоматизация создает первый российский позитронно-эмиссионный томограф. На данный момент учеными создан действующий макет. До конца 2016 года планируется создать опытный образец, который станет первым действующим российским сканером для клинических исследований – позитронно-эмиссионным томографом с компьютерной томографией. Для справки, позитронно-эмиссионная томография – новейший метод медицинской диагностики, которая позволяет выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, когда никаких видимых изменений в структуре ткани еще не произошло. И напоследок в Татарстане. Директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радив Замалядинов на заседании ректората вузов выступил с инициативой внесения некоторых изменений в структуре ФМК. Во-первых, было предложено создать высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая, место отделения татарской филологии и культуры имени Тукая, а также переименовать две из пяти входящих в его состав кафедр – кафедру общего и тюркского языкознания в кафедру языкознания и тюркологии, а кафедру музыкального искусства в кафедру культуры и искусства тюркских народов. Более того, отделение русской и зарубежной филологии может стать высшей школой русистики. А на этом все.